Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы получили видеопленку с уникальными кадрами Знаменитый красный автобус, миновав перекресток Макарова и Буркатовского, мчится в центральной спортивной арене А это может значить только одно Долгожданный гость уже в городе Девушки отдыхают 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 Встречайте! Дан-Луиджи Буфон! Или просто Дитти! Ответ, о подвигах которого слагают легенды. Он противостоял бенитым игрокам, командам и даже целым городам. Но сегодня его ждет необыкновенный вальс. Ой, посмотри! Номера Уна, The Capital, Купонистер, скандирует трибуны на всех языках мира. Все готово для грандиозного события! Матч-открытие, в котором человеку предстоит сразиться с танками! Коза? 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, последнее слово за тобой, наш капитан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Совсем скоро на футбольных полях начнутся нешуточные баталии. И дело не только в чемпионате мира. Футбол придет и в мир танков. Формат поединков 3 на 3. Каждый бой длится 7 минут или до 3 голов. Если основное время матча завершилось в ничью, назначается дополнительное. В силу вступает правило золотого гола. Первый же результативный выстрел приносит победу. Если за 4 дополнительных минуты никто не забил, победителем становится команда, которая дольше удерживала мяч на половине поля противника. Выезжать на поле можно только на специальной технике. Эти машины будут на... ...каждому игроку и имеют отличие от близнецов из рандома. АМХ-13105. Забивной нападающий. Благодаря барабану у него лучшая скорострельность, а значит, больше шансов забить. Уникальная способность — второй шанс. Барабан пуст, а нужно срочно выстрелить. Нажимаем кнопку, получаем два дополнительных снаряда и забиваем гол. Е100. Надёжный защитник. Размеры вес позволяют отбивать мячи корпусом и блокировать соперников. А сверхмощные фугасы отбрасывают мяч взрывной волной, даже если прямого попадания не было. Полезный бонус для того, кто защищает ворота. Т-62А. Ловкий полузащитник. Он и в атаке полезен, и в защите себя проявит. А уникальная способность ускорения помогает оказаться в нужное время в нужном месте. По правилам в каждой команде должны быть игроки разных амплуа. Если такой состав собрать не получается, балансировщик отправит соперникам по два одинаковых танка, но не более. Футбольные матчи проходят не только ради праздного веселья. Выполняй боевые задачи, собирай коллекционные карточки, участвуй в турнирах. В награду ты получишь уникальные стили техники, золото, медали и много других призов. Побеждай чаще, и ряды твоих танкистов пополнит настоящая легенда. Играй в танковый футбол вместе с Джан-Луиджи Буфоном и выиграй фирменную футболку или мяч с его автографом. Удачи на полях сражений! Субтитры подогнал «Симон»! Новая линейка «Ультра» от Ниви МН. Попробуй черный гель для бритья с революционной технологией ультрагладкого скольжения. Раскрой свой ультрапотенциал. Завершай бритье лосьоном с антибактериальным эффектом «Ультра». Ниви МН. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют свою силу. Адаптивная формула моторного масла «Джи Энерджи» защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторное масло «Джи Энерджи». Адаптация к любой ситуации. Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть в нашей трансляции большого танкового футбола, который мы проведем с вами. Я именно Игорь Безбородов и мой коллега Николай Худасевич. Танковый комментатор и комментатор футбольный нашли друг друга и вот мы здесь. Всем большой привет! Чемпионат мира по футболу завершился несколько недель назад. Сегодня вечером нас ожидают сражения, может быть, даже похлеще, нежели мы видели в России на полях реальных. Потому что у нас большой финал, у нас два полуфинала, затем финальный поединок. И, конечно, мы в предвкушении этого зрелища. Да, друзья, огромное зарубище проводились также и в рамках танкового футбола, вот этих всевозможных квалификаций и РУ региона, СНГ региона, и Европейского региона. И по итогам были отобраны четыре коллектива, которые сегодня будут бороться не на жизнь, а насмерть, для того, чтобы определить лучшую команду танкового футбола в рамках этого сезона 2018 года. Это будет что-то с чем-то, нас ожидает три матча, два полуфинала между командами Европы и СНГ. Второе место СНГ, первое место Европы, ну и наоборот, первое место Европы и второе место СНГ. Вот эта сеточка, за которой мы понаблюдаем. Ну и по итогам суперфинал, друзья, в котором и определится, кто же будет лучше. Конечно, мы будем бы топить за наших ребят, за СНГ, куда же без этого. Ну и также наши европейские коллеги тут за стеночкой будут, я уверен, неистово вопить за своих ребят. Давайте, может быть, кто не в курсе, напомним, какие правила. Ну, во-первых, каждый полуфинал, вы еще раз можете рассмотреть, кто против кого играет в одном полуфинале, во втором. Каждый полуфинал состоит из пяти боев, иначе говоря, до трех побед, до трех выигрышных боев. Один бой – это один матч, он длится или семь минут, или до трех забитых мячей. За что боремся? Вот, посмотрите на эту футболку. Джан-Луиджи Буфон подписал оригинальный автограф в эту футболку. Она достанется победителям, финалистам. Победителям и финалистам, соответственно. А вот такие мячи с автографами тоже Джан-Луиджи Буфона – легенды итальянского футбола. Их получили уже все, кто вышел в эту финальную четверку. Да, потрясающие подарки, друзья, в рамках этого легендарного события смогут получить игроки мира танков. Постарались для вас сделать максимум хорошего, компания Wargaming, для того, чтобы вы насладились атмосферой футбола, да и в танки успели поиграть. И вот все вместе, прямо здесь и прямо сейчас. Плюс ко всему, если не играли в режим, то обязательно попробуйте до конца месяца, насколько я знаю, еще есть такая возможность, друзья. Помимо всего прочего, у нас также будут разыграны некоторые призы в рамках этого турнира. Не будем забывать мы про СММ-активность, про то, что есть конкурсы, друзья, и, конечно же, вы их можете выиграть. В нашей группе ВКонтакте World of Tanks вам нужно сделать репост двух записей, для того, чтобы получить возможность оформить себе в гараж, пофармить, так сказать, премиум танк восьмого уровня на ваш выбор, но при условии, что он есть во внутриигровом магазине. Для этого вам нужно быть подписанными на группу ВКонтакте World of Tanks, ну и также сделать репост призовой записи. Одна запись, связанная с танков футболом, вторая запись с самим плеером трансляции. И у нас первый полуфинал вот-вот стартует, вы видите команды, которые сейчас готовятся, вот последнее приготовление для того, чтобы сразиться, ты правильно, Игорь, заметил, не на жизнь, а насмерть, все на кону стоит, выход в финал. Давай очень коротко, конечно, у нас будет время уже в каждом из боев, может быть, с какими-то деталями познакомить, очень коротко представим соперников в этом первом полуфинале. Да, легко, конечно же, друзья, в первую очередь, это наши ребята, команда Бизоны, которые собирали друг друга на просторах интернета, а именно в форуме, также искали, собственно, по лучшей статистике, по итогам лучшей статистики стального мяча. Но эти ребята заряженные игроки из мира танков, и именно они будут сражаться, соответственно, Делнет, Унрет и, можно просто Дел, да, и Некро, в свою очередь, это команда из России. И от европейского коллектива, как мы видим, это Катя, папа Павиан, немалоизвестный, да, Алло, и еще один товарищ. Ну что ж, вот такие вот ребята, которых мы ожидаем сегодня, соответственно, вторая команда, это, ну, будем называть их, возможно, ласково папашки, может быть, папы, кто знает. Ну, подберем синонимы уже в ходе трансляции, конечно, европейцы, может быть, наши, все это, конечно, будет в ходе нашего репортажа ложиться. Отметим, что Бизоны, из которых мы отчасти переживаем, потому что парни-то наши, вот два из них из Череповца и один из Минска, они готовятся к этому сражению, и если вы, конечно, за европейцев, то, пожалуйста, ну, мы так свои симпатии, наверное, скрывать не очень-то будем. Я, насколько понимаю, у нас все готово к тому, чтобы сейчас отправились эти коллективы в первый полуфинал, а мы понаблюдаем. Считанные секунды остаются до начала этого сражения, друзья, мы, как и вы, ждем этой легендарнейшей зарубы, конечно, вспоминаем еще прошлый финал 16-го года, в который победила команда Дрилла, да, сегодня они также будут играть, друзья. Вот так вот складывается ситуация, что действительно коллективы, нашедшие друг друга на просторах мира танков, продолжают дружить по сей день. Уже прошло там порядка двух лет, и вот они вновь играют, вновь они выигрывают, и тот же запал в глазах, это потрясающе, друзья, это достойно уважения, и я надеюсь, что так будет и дальше. Нам презентуют, собственно говоря, выбор команд, как они будут действовать, конечно, и все коллективы отметили, что достаточно много они практиковали, значит, есть какая-то тактика, есть какая-то сыгранность. То есть у нас все готово, и, собственно, бой уже стартовал первый, бой в рамках матча полуфинального, за которым мы сейчас будем наблюдать. Мы видим, что бизоны, они в красной форме, это стадион имени Льва Яшина, такое легендарное название носит, ну и, соответственно, против папашек. И, посмотрите, сразу же приходится защищаться как раз-таки мячанам и россиянам, и вот они сейчас только отодвинули мяч от своих ворот куда подальше и пошли в атаку. Есть какие-то специфические моменты, которые сразу, Игорь, я хотел, чтобы ты сразу объяснил, может быть, и для тех, кто впервые смотрит, что такое танковый футбол, ну и для меня тоже, человека футбольного, какие-то нюансы я хотел бы почерпнуть. А потрясающее зрелище, друзья, во-первых, стоит отметить, что выбор команд пал именно на два советских танка плюс один французский, один барабанный, для того, чтобы иметь возможность и в ранней стадии выбить мяч из центра поля и не давать возможности вот этой перезарядки в 12 секунд похоронить самих себя. Очень важно также считать барабаны всех французов, ведь это самое важное, ведь на этом можно ловить как в атаке, так и в обороне, и что мы и будем видеть дальше. Но помимо всего этого, друзья, самое важное в рамках танкового футбола, это, конечно же, попадать по мячу и дезморалить противника за счет того, чтобы он промахивался. Но уж как оно там получится, поживем-увидим, откровенно говоря, оба коллектива будут подстраивать вдруг подружку под стиль оборонительный, то атакующий. Никто не хочет рисковать, пока мы видим, что на рожу не лезет ни одна, ни другая команда, все просто играют от попадания по мячу, и вот эти конфронтации традиционные в углах мы не замечаем. Это действительно ты очень здорово подметил, у нас практически две минуты, уже продолжается первый бой, и очень осторожно, нужно присмотреться к сопернику, это не только на чемпионате мира видели, профессиональном футболе, но и в танковом в том числе, да, аккуратненько так посмотрим, кто на что готов, кто что заготовил, предложил. И вот-вот пока что мяч в большей степени пребывает на территории папы, скажем так, и его партнеров по команде, но они пытаются выйти из обороны, вот сейчас по флангу пытаются прорваться, но встречают контрпрессинг, соответственно, и заключительная особенность этого боя, вот в углах мяч не застает. Да, отстревает. И можно было бы отличиться, но посмотри, как здорово сработали в этом эпизоде, ну, во-первых, к Бизонам вопросы, что они не сработали как следует в этой ситуации, и папашки, в свою очередь, быстренько, 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 куда подальше вот своей штрафной площади мяч оттолкали. Откровенно говоря, волнуются, я уверен, что один, что другой коллектив, первый раз они играют в финале, тем более есть возможность пофармить себе в актив майки с автографами Буфона, и потом хвастаться абсолютно всем и каждому, ну, и в очередной раз папашки испытывают некоторые сложности, потому что мяч на их поле, на их фактической стороне, и тут все опасно, потому как у папы Павиана остался лишь один снаряд, он уходит на перезарядку, и это может быть гол. И это хорошая возможность для того, чтобы Бизоны сейчас активно включились, ну, вот, они пытаются, пытаются из угла туда, опять же, под удар кому-то из партнеров, или, может быть, самому себе мяч затолкать, но, посмотри, все-таки надежно в обороне действуют папашки, но сейчас может получиться, нет, опять же, отбили подальше от ворот, хорошая такая затяжная атака, и в связи с тем, что у нас практически вот уже скоро основное время закончится, посмотри, 7 минут вообще всего дается, а остается 3. Несложно вспомнить о дополнительных показателях, о дополнительное время, кто больше владеет территориальным преимуществом, тот будет иметь преимущество, если вообще не будет забито мячей. Это точно, ну, и в свою очередь, посмотрите на тактику, друзья, тройка игроков стоит у фланга, это гол, пока ни о каком дополнительном времени идет речь, Бизоны забивают первый матч в рамках сегодняшнего дня, и в виду, друзья, имеют все шансы выиграть и в дальнейшем, такое ощущение, что папашки просто не знают, что делать, что происходит, как быть. Ты знаешь, очень хорошо и любопытно было вот это наиграно, наработано, попробовали там через фланг, давили-давили-давили-давили, немножко не получалось, но в конце концов ту стратегию, которую они выбрали, она привела к успеху. Именно так, никакого вратаря не нужно было им в том отношении, да, они просто стояли на фланге и расстреливали мяч, вот она, точность, это, ну, фактически королевский момент, который и помог в этом отношении Бизонам, ну, а папашки такие опростволосились. И теперь заходят, теперь заходят Бизоны уже с другого фланга, примерно той же стратегии. Той же стратегии, все, да, ничего не отличается в этом плане, и посмотрите, они просто расстреливают мяч и контроль мяча, это самое важное, промахи противника. Но могут пропустить контратаку, это тоже важно, вот сейчас папашки, во-первых, довели тоже в другой угол, уже на половине поля соперника этот мяч, и пошли в наступление, так что теперь мы посмотрим, каким навыком оборонительным обладают Бизоны. Ну, вот им теперь... Это может быть опасно. Надо как-то выпутываться, и сложив здесь ситуации, хочется отметить, что французский танк даже не стреляет, заметил, что папа Павян расстрелял весь свой барабан, и сразу же контратака, сразу же они едут вперед, и мяч уже в створе ворот, практически надо только попасть. Один хороший выстрел, вот, пожалуйста, счет становится 2-0, остается меньше полутора минут до завершения основного времени этого матча, но мы помним, что если Бизоны за это время успеют забить и третий, то у нас игра, конкретно вот этот первый из пяти боев, закончится досрочно. Ну что ж, можем порадоваться, можем даже поаплодировать, насколько Бизоны успешно используют эту тактику. Действительно, то, что они указывали в интервью, ребята сыгранные, ребята реагируют очень стремительно, когда нужно включаться коллективно в эту атаку. Они включились и провели второй мяч. Ну и контроль мяча, конечно, просто фантастический от Бизонов, точность, просто какая-то нереальная, в свою очередь, АМХ, этот французский маленький атакующий танк, они не используют просто так, они не используют его боевую мощь фактически в молоко, они расстреливают его только при надписке. Вот посмотрите сейчас, ну нет, уже пошел все-таки разряжаться дальше, но вот четыре снаряда остается, он эти снаряды не растрачивает, он дожидается момента, чтобы мяч был выбит из створа ворот, ну и дальше уже начинает реализацию. И самое главное, почему мы можем сказать, почему он тоже включился, это третий мяч, третий мяч залетает, опять же, как синхронно, как организовано, да, бах-бах-бах, три шага, коллективный футбол, который демонстрирует танковый футбол Бизоны. Ну, я еще расскажу, что это вызывает большое такое уважение, вот этот первый бой они провели на очень качественном уровне. Да и, друзья, вот представьте, в первом матче на трансляции такое с тобой происходит, что тебя команда просто раскатывает, да, мы тут говорили о том, что вроде как будет вязкая борьба, возможно, после первого мяча команда захочет поиграть от обороны, но этого нет, они просто додавливают первый мяч, второй, третий, и раньше времени выходят. Ты правильно заметил, когда ты начинаешь играть по счету, а у Бизонов была возможность после первого мяча сыграть по счету, весь по сути они и сыграли. И вот эти две контратаки стремительные, все было сделано ловко в тот момент. И тем интереснее будет поглядеть, посмотреть, какой будет бой второй, какие выводы сделают папашки. Вот будут ли они предпринимать хоть какие-то решения, вопрос, друзья, в свою очередь, что также стоит отметить, папашки представляют именно клановую активность от европейцев, да, это клан Fame, немало известный, да, на просторах европейского сервера, который и представляет, собственно говоря, свою танковую команду. Они нашли друг друга еще раньше в танках, но сегодня они в рамках танкового футбола пытаются рука об руку выигрывать, и пока, откровенно говоря, все плохо для них. Вот не знаю, насколько у них получится вернуться, оправиться по итогам этого противостояния. До трех побед, друзья, в серии мы наблюдаем за этим противостоянием, уже фактически стартует второй бой, и никто рисковать по-прежнему не хочет, это по-прежнему один французский танк и два советских. Да, и у нас начинается второй бой, прежде всего обращаем внимание на папашек, какие они выводы сделали по итогам первого боя, что они посмотрели у соперника, смогут ли они таким образом исправиться и что-то показать в этом бою, но мы видим, что, опять же, такая стратегия, которую мы у бизонов уже улавливаем постепенно, да, через левый фланг сейчас они продираются, но могут пропустить контратаку. Сейчас нужно где-то возвращаться к своим воротам, это может быть очень опасно, ворот бизонов, посмотри, как папашки включились, и остается один хороший удар, какой красавец, просто бросился, как Джан Лейджуруфон в хорошем сейве, и достал этот мяч, практически бизоны пропустили. Да, пытаются тут в три советских танка, все-таки есть изменения у команды из Папа Павиана, европейцев, как-то вернуться в эту драку они хотят, друзья, в свою очередь, но держат на их половине поля пока игру, наш СНГ коллектив. Ну, смотрим, смотрим, как будет дальше, друзья, тут такое дело, что немного перепутаны никнеймы, я обращаю внимание, да, но это ничего страшного, я думаю, что все пофиксит, и будет все окей в конце. Но пока бизоны обороняются, не знаю, стратегия Ли, это опасный момент, и... Гол все-таки! Гол все-таки! Вот только хотел сказать о том, что стратегия Ли сыграть от обороны, или просто их соперник заставил играть исключительно возле своих ворот, но так или иначе доигрались, мы это констатируем. Да, друзья, ну и смотрим, смогут ли вернуться по итогам эти коллективы, я вот не знаю, получится или нет, давайте понадеемся, посмотрим, все-таки три шестьдесят двойки дают свои плоды, и по итогам, к чему тебе придет? Что у нас происходит дальше? Все-таки француз выталкивает мяч дальше, середины поля, но заканчиваются снаряды, и сразу же приходится бежать ближе к створу ворот, чтобы выпинывать мяч подальше куда-то, чтобы не залетел еще разочек так же. И что ребята испытывают, ребята, причем из СНГ, наш коллектив, испытывают некоторые сложности, друзья. Папа Павиан ведет, пытается агрессивно играть здесь против французского собрата, но пока не тут-то было. Ну да, продолжается у нас, сколько там сыграно, практически середина уже матча, практически середина матча, и такой размеренный сейчас танковый футбол мы наблюдаем, где красная команда обороняется, приходится обороняться, заставляет синяя прижиматься к своим воротам, и вот, возможно, из этой атаки что-то получится. Ну и смотрим, друзья, пока все в рамках угла происходит, три 62-ки пытаются обороняться по полной, но не тут-то было, только зарядится французский танк, поедут контратаковать, да и сейчас есть неплохая возможность еще забить один мяч, но не тут-то было. Проброс, дальше в створ ворот, но все-таки эта штанга как ни стати, и мяч вылетает в сторону углового. И продолжается уже с другого фланга, во-первых, защита одной команды в красном, и атакует команда в синем, так вот пытается-пытается. Мы в первом матче видели, что такие номера, собственно говоря, проходят, не только стремительные контратаки, но и заход через фланг с выкатом потом мяча просто под хороший такой удар, и мяч оказывается не в сетке, а просто в створе, в створе ворот. Насколько я понимаю, Игорь, давай мы просто уточним здесь, да, в синем это же как раз наши ребята, правильно? Да, в том-то и дело, друзья, у одного из... Так, чтобы не вводить заблуждение, у нас все-таки, наверное, вот этот верхний титр пока что перепутан, и без зоны выигрывает прямо сейчас. Да, у одного из обзерверов, да, перепутанные цвета, поэтому, друзья, не обращайте внимания, больше акцентируйте именно на никнеймах, в вашей точке зрения, да, Папа Павиан, это как раз-таки европейцы, мы видим сверху название, и неспроста они вообще забрали себе это название, да, потому как у ребят, видимо, есть какой-то внутриусобный там мем, связанный с этим. Ну, ладно, это же совсем другая речь, друзья, я думаю, что все пофиксируется. И второй мяч, второй мяч влетает, причем отличаются как раз-таки команды из СНГ, это бизоны, они сегодня, вот именно во втором бою, в синей форме, и, в принципе, по стилю-то заметно не меняют, не меняют этот стиль. Через фланг правый атакует, через левый фланг атакует, выводят, в конце концов, этот мяч под удар, и сразу же наносят такой сокрушительный поддых. Да уж, друзья, ну что, очередной раз атака, прямо здесь и прямо сейчас, Папа Павиан вместе с своими коллегами, тиммейтами пытаются как-то обороняться, но, друзья, сетап пока не помогает Папашкам как-то вернуться в эту драку, к прежнему их прессуют нещадно, и ничего с этим не поделаешь. Что еще? Та же стратегия, ничего не меняется, не хотят показывать что-то новое. Ребята из СНГ, бизоны, продолжают просто нещадно поливать огнем этот мяч, все очень четко, очень грамотно, это еще один гол может быть, но это верхняя перекладина, и это штанга дальше, все-таки гол, друзья, это 3-0, в очередной раз досрочно выигрывают бизоны. Ну что ж, такое случается, такое бывает, отличная игра в исполнении СНГ коллектива, они ведут 2-0, и если так пойдет и дальше, то вообще все может досрочно закончиться при счете 3-0, кто бы мог подумать в первом же поединке? Ну, наверное, нужно было обратить внимание на то, что ребята указали в своей анкете, мы спрашивали просто, как вы предпочитаете играть, агрессивно или это бароны? Все трое написали только агрессия, только агрессия, контроль мяча, два боя мы видели, это действительно только агрессия, только контроль мяча, только на половине поля соперника, и пожалуйста, 2 раза по 3-0, хотя и на падающем флажке, там уже практически основное время завершалось, но тем не менее, в одном шаге до выхода в финал находятся бизоны. Красавчики! Да, главное, можно и пофармить себе маечку дополнительную с автографом Буфона, друзья, это дорогого стоит, я уверен, что многие хотели бы заиметь что-то подобное, ведь многие смотрели футбол, многие болели в рамках чемпионата мира за свой любимый коллектив, в России это был просто какой-то королевский праздник, королевский прием, который привел и нас сюда, на это поле, в этот танковый футбол, который дарит нам Wargaming. Действительно, чемпионат мира, чемпионат мира, некоторые моменты запомнились навсегда, прежде всего Игорь Конфеев в составе сборной России, об этом тоже мы общались с ребятами, как он тащил пенальти, как вообще сборная России выступила, но у нас все готово к началу третьего боя, возможно решающего в этом первом полуфинальном противостоянии, давайте мы посмотрим, теперь все у нас как полагается, в красной форме бизоны, никакого зрительного обмана не будет, и поехали! Что же предложат европейцы хотя бы в третьем бою? По-моему, на ошибках они пока что не учатся, но может быть сейчас заставят соперника обороняться и тоже сыграют агрессивно, есть какие-то изменения тактического плана? Ну, по-моему, видим, друзья, видим, что ситуация остается прежней, ситуация у нас та же, это две 62-ки и один француз, ну и как-то бизонам, я не знаю, нужно продолжать свою линию, да, папашкам что-то придумывать. По сути, что они делали ранее, они и продолжат прямо здесь и прямо сейчас. Судя по всему, есть какие-то проблемы, связанные с французом от бизонов, это АМХ, Некро, просто стоит пока на месте и не двигается, возможно, там ситуация с дисконнектом, но наши судьи сейчас все разрулят, и все будет хорошо, друзья, не переживайте, случается такое иногда, это ничего страшного. То есть ты не допускаешь, что это парень, который готов убежать в контратаку, да, по своему флангу. То есть ты думаешь, что это все-таки хитрый план, и он его преследует. Стоять ждет, пока его коллеги обороняются, там они действительно обороняются, вот уже сыграно чуть больше минуты, и папашки, конечно, понимают, что им нужно забивать, и они забивают, они пытаются вернуться в игру, пожалуйста, счет становится 1-0 в пользу европейцев. Возможно, это тонкий стратегический момент, он же, я не знаю, фора, так называемая, для того, чтобы подарить противнику надежду после того, как они просто будут разминать его дальше, ну и смотри-ка. Или, справедливости ради, мы ответим, что в меньшинстве действительно бизоны играли. Нет, нет, ладно, пусть это будет форой. Пускай это будет форой, хорошо. Ну, одного мяча, считай, не забили за два раунда, поэтому, я не знаю, один мяч, но едва ли он повлияет на что-либо. Да, ну посмотрим, как бизоны отреагируют на этот пропущенный мяч, конечно, у них есть достаточно времени для того, чтобы, во-первых, сравнять счет, во-вторых, может быть, даже и одержать победу. Как делали раньше, ну вот они уже выходят на половину поля соперника, мяч выбивают, там дальше оборона, папашек работает хорошо. Да, точность, друзья, точность, просто какая-то фантастическое исполнение бизонов, они попадают все и вся, но вот сейчас тут немного переборщило, наверное, с комплиментами. Но, смотри-ка, выбивают дальше, дальше не дают возможности добить, все-таки продлевают мяч и переводят на другую сторону поля. Можно из этого углового разыгрывать, так как это уже делали представители бизонов. Есть француз, который не торопится разряжаться, он понимает прекрасно, что нужно, чтобы мяч перешел на сторону фланга, а не бодался около ворот. И вот-вот-вот, первый, второй, третий мяч и сразу же уже опасный момент на стороне папашек. Нужно лишь сделать правильный проброс, правильный выстрел, но все на перезарядке и только сейчас мяч пересекает половину поля противника. Какую же красную классную штуку делают бизоны, это можно сравнить с профессиональным футболом. Они очень быстро стараются забросить мяч за спины защитникам, скажем так, если выражаться футбольная терминология. Но теперь нужно обороняться, это, судя по всему, второй забитый мяч, который забивают папашки, счет становится 2-0. Вот бизоны поатаковали, не смогли довести до логического завершения и пропустили, по сути, контратаку. Достаточно быстро папашки так пошли вперед. Ну, ты знаешь, что такой момент может быть связанный с тем, что действительно вылетел один из игроков, некра, и они переволновались, психанули в какой-то степени, да, и дальше просто начался сэрбор в конференции во время общения. Но ребята, я уверен, быстро встанут на ноги или на гусли и продолжат свои нападающие мотивы. Посмотрим, поживем, увидим, время у них еще более чем достаточно, еще лишь половина, ну, раунда, дальше все самое интересное впереди. А тут папашки прям давят активностью, смотри, и, возможно, моралью, не дают возможности выдохнуть. И ты знаешь, по вот именно этому бою не хочется загадывать, но если папашки так продолжат играть, продолжат так работать с мячом, так агрессивно наступать, то вполне возможно и смогут сравнить по боям, да, счет сделать равным. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока вот бизоны перешли к наступательным действиям по правому флангу. Вот классика, классика, да, которую мы заметили. Опять же, они выстроились, и каждый из них знает, что нужно делать друг за другом. И смотри, один промах, всего-навсего один промах со стороны папы из NotOnline, и сразу же француз начинает прессинговать, начинает активную стрельбу для того, чтобы вот этот скругленный угол начал работать против игроков обороны. Один промах, этого достаточно. Если продолжат в том же духе, вот таким накатом отрабатывать бизоны, то это будет еще один мяч, забитый в створ ворот папашек. Продолжают, продолжают гнуть свою линию, еще, еще, но папашки обороняются хорошо. Не удается выкатить из этого угла, так, по борту этому, да, чтобы был только створ, и достаточно было одного выстрела, чтобы мяч оказался в воротах. Ну вот, может, сейчас получится. Нет, троем обороняются папашки. По счету играет 2-0, сколько у нас там, 2 минуты, 20 секунд остается до завершения этого боя. Ого, опасно. Для того, чтобы вернуться в игру у папашек, это все мы, конечно, понимаем, и, наверное, судить за эту оборонительную тактику нам как-то не с руки их. Да уж, ребята очень хотят, ну, выиграть первый раунд для того, чтобы, ну, как-то стабилизироваться морально, потому как, ну, после такого скрушительного фиаско 2-0 подряд, вообще не хочется проигрывать 3-0, ведь для этого прошли большое количество квалификаций, турниров, там, несколько серий плей-офф, групповых стадий, поэтому здесь сейчас нужно забивать, и это ворота, это гол для бизонов. Это бизоны, которые один мяч отквитали уже не с правого фланга, а с левого. У них, наконец-таки, получилось то, что они умеют делать лучше всего, вот по этим, ну, сколько у нас, трем боям мы наблюдаем. Выстраиваясь там в линию, раз, два, три, и, пожалуйста, мяч на ударной позиции, он оказывается в воротах. Но, теперь главная интрига, за минуту 40 до окончания основного времени матча сумеют ли бизоны окончательно вернуться в игру, чтобы сравнять цифры на табло, перевести, может быть, матч в дополнительное время. Это главная интрига, мяч возле ворот Папашек, один ударом прокатился по линии и не оказался в воротах. Да, друзья, это было близко, на самом деле бизоны прямо здесь, прямо сейчас могли сравнять, и кто знает, возможно, за минуту 20 забить еще один, друзья. Ну, ладно уж, перешли мы на другую половину поля, действительно, опять та же ситуация, та же стратегия, одни отстреливаются, другие просто душат. Ну, и Дэл вместе с Некро и Энретом. Вот он, может быть шанс, шанс, последняя минута сейчас стартует, один мяч нужен бизону на того, чтобы в основное время уйти от поражения. Со счета 0-2 они могут отыграться, для них это очень важный бой, ведь можно закончить полуфинал прямо сейчас. Дополнительное время, например, забить один мяч, и так закончится. Вот шанс еще раз мяч возле ворот. Но я уже где-то начинаю вот откровенно болеть за бизонов, потому что они могут в это основное время спасти игру. Надо, надо это делать. Дэл тут просто на острие действует, пытается как-то, не знаю, хотя бы корпусом додавить, не дать возможности выбить этот мяч. Ну, и важно не промахиваться. Француз делает все возможное, весь свой барабан разряжает для того, чтобы не позволить выбить в сторону ворот. Но вот мяч прилетает, остается лишь два 62-х, которые могут расстреливать прямо сейчас мяч. И АМХ на перезарядке еще каких-то несколько секунд, и он начнет опять отрабатывать эту оборону. Ну, просто посмотри, какой шквальный огонь ведут папашки и не дают возможности забить. Неужели все-таки не смогут бизоны вернуться в эту игру? Да, к сожалению, для бизонов основное время матча боя нашего конкретно заканчивает. И это значит, что папашки одерживают победу. Счет в серии у нас становится 1-2. По-прежнему 2-1 в пользу бизонов. Но европейцы, к которым мы хотели предъявить определенные претензии, чтобы они нам дали интригу, они ее дают, они выходят на третий бой, очень собрано, очень хорошо и одерживают победу. Ну, в конце играли по счету, а как по-другому сыграть, если такое давление оказывают? Фантастико, друзья! Действительно, это то, ради чего мы здесь понаблюдать за тем, как развился профессиональный танковый футбол. И мы видим, что команды действительно придерживаются определенной стратегии, и причем весьма-весьма неплохо. Вот они, голевые передачи, голевые моменты. Да, поначалу не все было так равно. Была ситуация с Некро, который просто решил дать фору, возможно, вся команда решила сыграть таким образом. Но, действительно, вот о чем ты и говорил, скорее всего, был вылет, и это просто был гол, который повлиял на следующий гол, потому как ты пытаешься, все ли ты зашел, все ли хорошо, у вас ли все работает. И по итогам ребята вернулись в эту драку, но додавить не смогли. Это потери концентрации, но это не значит, что что-то случилось кардинально страшное для Бизонов. Вот сейчас они выходят уже на четвертый бой, и от них будет зависеть, смогут ли они его, во-первых, выиграть, победить в этом бою и шагнуть в финал. Если там что-то не получилось, то теперь все в руках Бизонов. Это точно. Но даже если сейчас они оступятся, у них еще будет пятая решающая партия, в которой они могут возобладать. По составу игроков, по составу техники мы видим, что все то же самое, сетапы те же, 2.62 и 1 француз. Ну и продолжаем дальше. Смотри, друзья, это увлекательнейшее противостояние, проблема опять у Бизонов, потому что мяч чуть-чуть было не залетел в ворота, но уже далее все дело техники. Ребята привыкли к этому, и нужно отрабатывать от углового. Нас стоит отметить, что опять же начинается решающий не только для Бизонов в случае победы в этом бою, но и победы в полуфинале, но и решающий для Папаши бой. И они сразу же продолжают гнуть свою линию. Они играли и очень даже неплохо в предыдущем бою в атаку с агрессией. И вот сейчас тоже пытаются сразу сделать со старта. Мне кажется, и я думаю, что ты согласишься со мной, что, конечно, по счету это проще, это легче. Где-то можно отстояться, отбиться. Ну вот как в прошлом матче. Да, как в прошлом матче вы видели характерный такой эпизод. Можно где-то в угол этот мяч загнать, встать втроем и, пожалуйста, попробуйте что-то сделать, попробуйте что-то придумать. Да, тут вопрос именно тем, кто проигрывает. Действительно, есть некоторые моральные таблини, опасные моменты. Что это? Второй, это первый гол, друзья. В рамках четвертого раунда 1-0 ведут Папа из Нот онлайн. Ну, судя по всему, они все-таки подключились. Все-таки они уже онлайн, и они уже готовы разрывать. И они доказывают, что первые два боя были ошибкой. И прямо сейчас ведут в счете. И они забили мяч, который мы видели в исполнении Бизона в первом бою. Тоже так же, 2-3 выстрела, да, и мяч оказывается в воротах. Ну, посмотрим, чем Бизоны ответят. Ну, не будем же мы думать, что первые два боя были случайности. Вот момент, вот 1-1. Отлично, легко и ненавязчиво. Ответили очень быстро. Молодцы, с характером парни. Наши ребята возвращаются, без боя не сдаваться точно не собираются. Ну, и могут попробовать даже со старта залупить, если правильно снаряды залетят. Ну, плюс ко всему, важно понимать, куда ты именно стреляешь. Да, в верхнюю часть мяча, либо в нижнюю, для того, чтобы попытаться как-то, я не знаю, перепрыгнуть танк соперника. Но тут слишком прицельный шквальный огонь с обеих сторон. И не дают возможности никто выдохнуть просто так. Решающий бой. Возможно, определяющий бой обороняется Бизоны. Приходится им там на левом фланге строить такую серьезную оборону. Здесь главное не терять концентрацию. И все слаженно продолжать работать в команде, как это сделано. Было первых двух боях выигрышных. Так и как ребята сами рассказывали, у них есть универсалы в команде. У них хорошее взаимопонимание, взаимовыручка, страховка. Все это мы тоже сейчас наблюдаем. Но в контратаку хотелось бы только сбегать, да? А посмотреть, как они сбегают в контратаку. А вот это очень может быть опасно. Опасный момент. Дел был вообще на перезарядке. И так неприятный мяч мимо него пролетал. Я думаю, сердечко-то екнуло уж точно. И важный элемент, то, о чем ты говоришь. Именно Бизоны. Действительно, каждый поиграл на каждой единице техники. Там лишь Некро, насколько я понимаю, не катал на 62-й. В основном там сотка была у него. И вот этот вот маленький нападающий, но очень лютый. Ну и далее мы видим прямо здесь, прямо сейчас, что все-таки папашки немного уже жмутся к своим собственным воротам. Понимают они прекрасно, что команда противника как-то оправилась от предыдущей потери. Прямо сейчас давят. Нистово давят. Давят, Нистово. Мы видим, опять же, идут в атаку по правому флангу. Это может быть опасно, если Бизоны сейчас не отобороняются. Но 1-1. Это, в общем, не повод там, чтобы лихорадило, как команда Бизонов. Вот сейчас нужно выходить в стремительную контратаку. Они умеют это делать. Они переходят. Мяч на половине поля соперника практически уже штрафной. Но не справились. Там было на подстраховке, кому сыграть, кому отразить. Причем вот самый опасный момент, они происходят во время того, как французы уходят на перезарядку. И сейчас это наглядно было видно, что оба француза ушли на перезарядку. И сразу же 62-ки начинают решать вопросы. Один промах и все. Мяч летит. Твой стой в ворот, ты не знаешь, что делать. Паника, шок, контент. И это был опасный момент, но были все на разрядке. Большие молодцы умеют поймать этот момент, да? Когда соперник немножко обескуражен и обессилен. Но теперь нужно Бизону обороняться. У нас остается 3 минуты. У нас по-прежнему счет 1-1. Причем в этом бою мы отметим абсолютно равную игру со стороны и Бизона. Подожди, подожди. Там опасный момент. Может быть гол смело и штанга. Да уж, равная игра, но при этом... У нас приятно за кадром, да, немножко? Но досмотрели в итоге. Продолжаются эти Бизоны здесь атаковать. Да, они просто штурмуют сейчас ворота. И ты знаешь, разозленные, как Бизоны. Действительно просто мчат вперед. И папа из Вот Онлайн немного опешили. Потому как, ну что за дела? Вроде мы вернулись. Вроде же все нормально было. Нормально общались. А сейчас ситуация возвращается. Оп, 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 оп. Ах, упустили момент, когда можно было прямым ударом вогнать мяч в ворота. Да и было бы 2-1, и не так много времени остается. Но по-прежнему 1-1. Но хорошую атаку Бизоны провели там слева. Теперь на правом фланге пытаются не выпустить из обороны уже, соответственно, соперника. Но могут пропустить очень серьезную контратаку. Успели отразить. Успели выбить мяч. Да, да, да. Причем надо стрелять с некими упреждениями для того, чтобы попадать по мячу. Ведь когда ты на советском танке с перезарядкой в 4,5 секунды стреляешь и промахиваешься, это может стать фатальным. В любой момент точность тут самое святое, что есть в мире танкового футбола. Друзья, видим, что контратака удалась от Бизонов. Принято в футболе говорить, профессиональный футбол, я имею в виду в реальном. Широко играют команды, красиво играют. Мне нравится, как они сейчас переходят с фланга на фланг. Ну и действительно, этот полуфинал такого хорошего, классного уровня уже можно констатировать. Я не знаю, как завершится там этот поединок. Но вот в частности здесь забитый мяч, сбивают его Бизоны. Они выходят вперед 2-1. Полторы минуты остается у папашек. Ну, качественный полуфинал, качественный. Шикарно, друзья. Причем смена тактики налицо. Сначала папашки показывали, что они не могут ничего сделать вот этой стратегии борьбы по флангам. Да, их просто продавливали Бизоны. После этого, мы видим, после одной проигранной серии, Бизоны показывают нам переход с фланга на фланг. И заставляют постоянно соперников перестраивать свои оборонительные редуты. И просто растягивают их с одного углового на другой. И мы видим, что папашки к этому совершенно не готовы. Они не готовы переходить с фланга на фланг. И по сути, казалось бы, то же самое. Но вот эта вот скорость принятия решения, опять-таки точность, это все вылетает у папашек из-за рамки. Но сейчас Бизоны защищаются. Я просто в догонку твоим словам скажу, во-первых, отмечу, что одна минута остается. И, конечно, у Бизонов сейчас стоит одна единственная задача. Просто отбиться, просто не позволить сопернику счет сравнять. А в догонку твоим словам скажу, очень разносторонне показала себя команда Бизонов. Несколько стратегий. Они ведь могут контратаковать очень стремительно и через центр. Они очень здорово отработали атаку по флангам, где роли тоже расписаны. Кто должен, за кем, в общем, принимать там решения. И в оборону тоже закрыться тоже могут. И это очень важно. Это настоящая подготовка. Я не уверен, что именно в этом полуфинале они показали весь свой арсенал. Возможно, что это на финал припасли. Как считаешь? Возможно, возможно. Ведь команда соперников сама отмечала в интервью, что они не так много тренировались. И больше внимания не уделяли именно соло игре. Ну и сейчас, как мы видим, Бизоны просто пытаются додавливать вот этот угол. Пытаются забивать еще один мяч. Но это уже станет фатальным, друзья. Тут таймер подходит к концу. И как итог у нас есть победитель первого футбольного матча в рамках большого танкового футбола. Бизоны, наши ребята, забивают решающий мяч. Да, счет серии 3-1. Это первое полуфинало. Мы поздравляем ребят из команды Бизоны. Два парня из Череповца, один из Минска. В этом полуфинале они очень здорово начали. Потом испытали определенные трудности уже в третьем бою, когда проиграли этот бой. Но в итоге собрались и закрыли эту полуфинальную серию на счет 3-1. Мы многое уже сказали. Просто можем, наверное, на картинку посмотреть, как это было, как они работали. Посмотрите, какой шикарный стадион, какие шикарные голы. И вот это взаимодействие от каждого из коллективов. За этим действительно приятно наблюдать от сезона к сезону танковому. У нас становится картинка все ярче, все краше. И действительно уже хочется и поболеть, хочется и более затяжные противостояния посмотреть. Как итог? Ну, кто знает, как там разовьется танковый киберспорт. Может, это выльется вообще в отдельную какую-то киберспортную дисциплину. Поживем, увидим, друзья. Сейчас то, что показывает нам Wargaming, дорогого стоит. И пока мы смотрим все эти забитые голы, забитые мячи, которые происходили в этом насыщенном первом полуфинальном матче, мы так немножко готовились, конечно, но не то чтобы с опаской, а пытались понять, насколько тактически готовы команды. Как они будут играть, кем будут играть, что используют. Можешь сделать такое заключение, вот уже специфическое, за счет чего прежде всего Бизоны победили? Ну, насколько я себе вижу, да, все-таки у них есть определенные наработки, да, и все-таки, когда ты втроем собираешься, кооперируешься, да, и долгое время проводишь над каким-то стратегическим планом, у тебя все получается. То есть они сделали то, что делали на тренировках, скорее всего. Брали мы небольшие интервью у каждой из команд. И, как мы видим, они, конечно, не сильно раскрывали нам все карты, но, как мы видим, друзья, по одному флангу отработали, по другому флангу отработали. Это наигранная стрельба, в первую очередь, большая точность, накат мяча в дальнейшем. Ну, и в определенный момент они не разряжают своего француза для того, чтобы дать ему возможность перейти резко в контратаку, и после этого сразу же за счет большого барабана в шесть снарядов просто дотолкать мяч до штрафной противника и забить таким образом. Мы видели несколько таких серий, и все получается у этих ребят. Плюс ко всему они научились переходить с одного фланга на другой, также растаскивать оборону соперника, ловить его на неготовность к подобным явлениям. И, как итог, это победа закономерная. Если бы не тот самый вылет игрока или тот самый, я не знаю, фиаско, назовется так, то все могло пойти вообще иначе. Но это уже дела минувших минут. Если, короче, чтобы было так, я уже, наверное, подытожу твои мысли, идеальное взаимопонимание, которое продемонстрировали Бизоны, и ловили момент, когда нужно стремительно контратаковать, да, когда соперник немножко не готов защищаться, и есть разные подходы. Это, конечно, наработки, это опыт, и они показали все это в полуфинале. Любо дорого было смотреть, заслуженно вышли в финал, вы уже видели. Бизоны в финале, команда из СНГ, за которую мы переживаем. Если вы за европейцев, то, ну, извините нас немножко. У нас совсем скоро второй полуфинал. Причем, да, что любопытно, Бизоны играли и в прошлом танковом формате, в 16-м году, и тогда они, ну, больших результатов не показали. Говорили о том, что было круто, да, каждый поиграл отдельно в отдельном коллективе, но при этом они не заняли никакого призового места, а сейчас они возвращаются для того, чтобы уничтожить всех и вся. Но не стоит забывать, что противостояла сейчас ему команда, которая заняла второе место в рамках региональных квалификаций Европы, а впереди самый главный соперник, это будут либо их оппоненты, которых они уже встречали, это второе место, с которыми они боролись, которых выиграли от РУ региона, СНГ региона, или же все-таки это будет первая команда Европы, противники, чемпионы прошлого сезона, которые наиграли по их интервью порядка трех тысяч матчей каждый. Нас ждет просто сумасшедший полуфинал, не говоря о том, какой нас ждет финал. Давай мы назовем только команды, да, Дрилла и где мой кофе, это совсем скоро, это в полуфинале, втором полуфинале. Да, отличный повод прямо сейчас уйти на кофе-паузу, друзья, и вас также отправить. У нас впереди второй полуфинал сегодняшнего матча, поэтому не уходите далеко, и совсем скоро мы вернемся со следующим противостоянием. Если честно, уже не терпится. Вот неожиданно, но действительно очень круто, что так вот все случается, и такие эмоции дарит нам танковый футбол. Субтитры делал DimaTorzok Двигатель наполняя его энергией движения. Моторное масло G-Energy. Адаптация к любой ситуации. Двигатель наполняя его энергией движения. Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл Орешкин и передача «Лучшие реплеи недели». В этом выпуске вас ждут только объективно лучшие реплеи. Чудеса советской инженерной мысли. Объекты всемогущие заняли все призовые места этого выпуска. Э, что тут происходит? Ты кто такой? Кирилл Орешкин я. Вот, веду ЛРН. Нормально так. Стоит ненадолго отлучиться, и все. И имя, и голос отобрали. Ну, тут было не занято, и я подумал, а чего не попробовать? Такое место пропадает. Все в комментах только и пишут. Верните Орешкина, верните Кирилла. Просто решил порадовать зрителей. Не, ну, передачу вести — это одно, а выдавать себя за меня — это уже как-то слишком. Тем более, ты совсем на меня не похож. Ну что-что, а тут ты не прав. Очень даже похож. Я уже несколько месяцев тренируюсь, вообще-то. Уже псевдоним себе творчески придумал. Орех Кириллкин. Креативно и ярко. Ну ладно, Орех Кириллкин. Разрешу тебе озвучить одну рубрику. За креативность. Эй, давай, начинай уже. Раз-раз. Итак, отличником этой недели стал игрок с ником Вова Мастер Килл 94 на Объекте 430. Причем стал дважды. Но обо всем по порядку. В бою на карте Монастырь наш Мастер Килл решил отправиться сразу в центр. Позиция крайне важная. Оттуда можно работать на оба фланга, и отдавать ее противнику просто так очень не хотелось. К счастью, зеленые успели вовремя. Осталось только закрепиться и выжить из ситуации максимум. Этим наш герой и занялся. Он постоянно проверял все доступные прострелы и без устали накидывал всем, кого видел. Давайте, ребята, тащите. Вам с центра такая солидная поддержка. Эх, все равно сливаются. Но ничего, наш боец опытный. И не такое видал. Отличная позиция вскоре начала приносить плоды. Первым счетчиком фрагов пополнил Е50. Следом за любопытство поплатился Т-44. Доигрался, дружок. Думал, до него руки не дойдут. Жаль только, счет уже 6-11. Да еще и свежий ИСУ 152 на подходе. ПТ-шка явно знает, на что идет. Без страха и сомнений разменяла солидный кусок прочности на одно удачное попадание в объект. Тот уже не стал дожидаться возвращения самоходки и решил для разнообразия съехать с монастыря и забрать ИС. Но ИСУ оказалась настойчивой и повторила все тот же маневр. Неужели тараном доберет? Давай, заряжайся! Фух, пронесло. Но нервы машину потрепало изрядно. Пять час назад киллер забрал с собой японца. Так-то, не торопитесь списывать за счетов последнего выжившего. Бой еще не окончен. А может и затащить получится? Только с артой разобраться сперва, чтобы не получить гостиниц в самый неподходящий момент. Но что-то арта не спешила показываться. Поиски не увенчались успехом, а тур по вражеской базе пришлось завершить досрочно. Начал тикать захват. Не просто так за центральную площадку воюет не на жизнь, а на смерть. Оттуда даже по базе можно работать. Да еще и без раскрытия позиции. Минус САУ. Теперь второй захватчик. Есть! Опа! Бывает и такое. М-53 оказался не нужен за свет. Он просто шлепнул в темноту и закончил бой, отправив нашего героя в ангар. Но даже в проигранном бою игрок Вова Мастер Килл 94 показал настоящие чудеса результативности. Пусть и не удалось вырвать победу, 7 фрагов и 6000 урона еще раз подтвердили, что этот танкист знает свое дело. И если он тут показал такое, то что же будет в победном бою? Фух, ну как, нормально получилось? Ну, для первого раза неплохо. Но посмотрим еще, что зрители скажут. А пока слушай и мотай на ус. Уз победы. А вот про этот бой расскажу уже я. Там зрелище не для слабонервных. В сражении на Руинберге наш герой сразу же помчался к центральному городскому проезду. Если успеть там укрепиться, можно неплохо накидать ребятам на правом фланге. Оправдывая свой ник, по дороге Мастер Килл забрал светляка. Но надолго задержаться на углу не вышло. Со стороны фонтана начали подтягиваться вражеские тяжи. Помощь союздиков и ИС-6 вместе со 112-м отправляются в ангар. Теперь можно вернуться на исходную и аккуратным прострелом забрать и ЛТТБ. Недобитая СТ-шка попалась как раз к стати и стала пятой жертвой нашего отличника. Ну что ж, едем дальше. В засаде нашлась вторая пантера. Для нее бой стал явно сюрпризом. Причем фатальным. Впрочем, не сильно-то она и отстреливалась. Зато развела нашего героя на последний бронебойный. Но какой воин считает снаряды? Один точный выстрел подкалиберным и беззащитная арта отправляется в ангар. Недолгие поиски новой жертвы и еще одна самоходка записывается на счет. Теперь надо играть поосторожнее. Противники остались серьезные, оба объекта, а это звучит угрожающе. Но предсказуемость 257-го позволила нашим герою с легкостью подловить его вне укрытий и без путей к отступлению. Короткая дуэль и девятый фраг в кармане. Но наш герой уже показывал себя отличником, а значит попасть в десяточку — дело чести. Для этого нужно только разобраться с 704-м. Времени до конца боя предостаточно, так что наш герой без спешки отправляется в долгий объезд. Может удастся перехитрить ПТ-шку? Выход на перекресток, а враг уже ждет. Размен выстрелами — фух, затащил! Ваншотный, но гордый мастер-киллер может радоваться победе. Шесть с половиной тысяч урона, десять фрагов и уверенная победа в практически проигранном бою. Более чем достаточно для еще одного звания отличника. Защитником недели на этот раз стал игрок с ником «Вкусный вискос» на объекте 430У. В этом бою на линии Зигфрида он сразу же поехал в город, там явно поинтереснее, чем в полях. Удачная позиция вскоре принесла первый фраг. 257-й слишком много мешкал и ошибался, за что и поплатился. Но задерживаться нельзя. Враги того и гляди окружат основные силы. Поэтому наш герой оперативно перетянулся на другую сторону города и даже удачно подловил Е50. Халявный фраг. А может и со вторым подфартит? Эх, ну что за люди? Не видят что ли, что тут боец в ЛРН собрался? Противники тем временем успели подсобраться. И застать врасплох больше никого не получилось. Но нельзя терять инициативу. Движение — жизнь. В закутке нашелся ТВП, только дуэль не задалась. Ловкач успел скрыться под прикрытием светляка. К счастью, противник оказался достаточно самоуверенным и был за это наказан. Француза бы еще не отпустить. Еще разок! Эх, ладно, до него еще дойдет очередь. Время спасать последнего союзника. Под перекрестным огнем Т-100 ЛТ мгновенно остался без прочности. Но с таким отчаявшимся лучше не шутить. Таран оружия героя, как говорится. Только вот ЛТ все-таки ухитрился втихаря забрать Т-30. Ничего, вот и его обещанная очередь подошла. Осталось еще трое. ПТ-шка оказалась совсем неподалеку. Да еще и в неловкой позиции. То ли поторопился, то ли опоздал. Но против объекта шансов у него не было. Теперь в городе чисто, а значит можно съездить и за артой. Может, КТ получится найти. Он как раз где-то в этом районе светился в последний раз. О, самоходка! С ней разговор короткий. Хотя и болезненный для обоих. Где же немец? Ого! А тяж-то на месте не сидел. Он уже на захвате. Полный назад. Вроде успеваем. Теперь сбить. Не пробил. До поражения буквально пару секунд. Нельзя ошибиться. Да, есть! Не развалиться бы еще случайно. Фух, выдержал. Не по зубам оказался наш вкусный вискос этому КТ. Наш герой не просто защитил базу в критический момент. Он весь бой носился как заведенный. Набил 9 фрагов, 8 тысяч урона. И еще раз показал, что лучшая защита — это нападение. Поздравляем! В номинации «Захватчик недели» на этот раз победил игрок с ником «Бро Оки» на объекте 257. Его бой на рудниках начался с поездки на левый фланг, под горку. Тяжем там самое место. Долгое время сражение шло довольно вяло. Никто не торопился лезть на рожон. Обе команды медленно, но верно перерабатывали друг друга на металлолом. Жара началась, когда при счете 10-12 наш герой склестнулся с вражеской семеркой в ближнем бою. Как ни старался дедушка, но пробить «Бро» ему удалось только один раз. В дуэль периодически вмешивалась арта. И она же помогла поставить в противостоянии точку, раскидав ИСА на запчасти по всему руднику. Но радоваться рано. Артовод сделал свое дело и быстренько отправился в ангар. Дальше объекту предстояло действовать самому. И как раз вражеский 257-й показался неподалеку. Не, друг, так ты много не навоюешь. Даже интриги не вышло. Тяж противника попросту развалился под точными, уверенными выстрелами. Но вот остальные красные работали куда эффективнее. Пока наш герой возился в ближнем бою и ретировался в укрытие, недобитки успели изрядно попортить нервы и прочность. К счастью, закончить начатое они не успели. Объект успел выйти из окружения и забрать обоих. От арты прилетело очень неприятно, но машина выдержала. Времени до конца боя осталось совсем немного. Как раз для захвата. Теперь все в руках ВБРа. Втомительное ожидание. Секунды до конца боя и проценты захвата тикают в унисон, а союзники из ангара не скупятся на советы. Выстрел арты не сбил. Фух. Пусть самоходка и уцелела, но база-то наша. За умение вовремя собраться с силами, выстоять под шквальным обстрелом и принять единственно правильное решение — встать в круг захвата, игрок Бро Оки получает звание захватчика этой недели. Поздравляем! В номинации «Войн недели» на этот раз победил игрок с ником Мелабри на объекте 430У. Этот бой на Редшире он решил начать с поездки к дирижаблю. И правильно сделал — по пути удалось забрать чересчур дерзкого светляка. Но вот дальше торопиться наш герой уже не стал. Подождал, пока подтянутся союзники, и вместе с ударной группой принялся разруливать направление. Работы на этом фланге оказалось реально много. На таком небольшом участке пришлось сражаться с половиной вражеской команды. Тут наш боец показал себя во всей красе. Поддерживал союзников огнем. Вовремя отвлекался прикрыть тылы. Не давал окружить выживших товарищей через правый проезд. И что характерно, урона объект наносил огромное количество. Буквально за пять минут напряженного сражения он внес целых шесть тысяч урона и заработал шесть фрагов. Дирижабль пройден. Можно оценить обстановку и пострелять с холма. Мало кто подставлялся, но аккуратный выстрел на дальнюю дистанцию все равно оказался результативным. Минус чариотир. Пришло время рейда по тылам. У самой базы нашлось сразу трое. К счастью, точности реакции не подвели. СУ-101 не смогла спасти ни себя, ни арту. АТ-44 не успел даже сообразить, куда бежать. Десятый фраг. Где-то тут должна быть еще одна арта. А вот и она без шансов. Осталось всего пара противников. ИС-3 не заморачивался с маневрами и пер к родной базе напрямую. Наш герой быстро объяснил ему, что это не самое грамотное решение. И напоследок дуэль с захватчиком. Прятаться на базе негде, так что объекты просто сошлись в открытой перестрелке. И шанса на выстрел вражеская СТ-шка не получила. Уверенная победа! За 13 фрагов, 8 с половиной тысяч урона и безошибочные действия на всех этапах боя игрок Мелабри получает звание воина этой недели. Отлично сыграно! В рубрике «Колобанов недели» в этом выпуске победил игрок Серега Трассер на объекте 430. Он сразу же отправился на правый фланг Лайвокс. Вдоль ЖД под прикрытием ПТ можно быстро добраться до самой базы. Сопротивления почти не было. Большая часть вражеской команды ушла в город. Казалось бы, проезжай и захватывай! Но ситуация стремительно вышла из-под контроля. Пока наш герой аккуратно пробивался в тылы, западное направление успели отдать целиком. И освободившиеся силы противника оперативно заняли чуть ли не всю карту. Дальше сами видите. И пяти минут не прошло, а Светляк уже забирает арту у зеленой базы. При таком раскладе остается только выкладываться на полную и надеяться на лучшее. Сражение с Лорой и Лео может закончиться очень быстро и очень грустно. Но наш герой готов на риск. Сперва надо разобраться с французом. Барабан — штука опасная. Отпускать нельзя. Вторая СТ-шка попыталась поиграть в нелепые маневры, но безуспешно. Теперь будет подрабатывать укрытием. Вражеская команда, видимо, уже расслабилась. Кажется, они стали забывать, какие сюрпризы бывают в рандоме. Первым за беспечность поплатился П-43. Следом доигралась арта. Союзный Т-44 огрызнулся напоследок, но тоже отправился в ангар. Ну все, зеленых больше не осталось. Новая линейка Ультра от Ниви МН. Попробуй черный гель для бритья с революционной технологией ультра-гладкого скольжения. Раскрой свой ультра-потенциал. Завершай бритье лосьоном с антибактериальным эффектом Ультра. Ниви МН. Ну что же, и снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами по-прежнему большой танковый футбол. И прямо здесь, и прямо сейчас Игорь Безбородов, и также мой коллег Николай, пардон, Тодосевич, да, пардонте, пардонте. Не будем забывать о том, что если вы только подключились и не в курсе, что происходит, друзья, это танковый футбол, мы также разыгрываем для вас 10 премиум машин. Если у вас есть возможность или желание, вы можете зайти в любой момент в нашу группу ВКонтакте World of Tanks, и также буквально вступить в группу, сделать пару репостов и получить возможность оформить себе в гараж любой танк в рамках внутриигрового магазина восьмого уровня. Мы разыгрываем 10 сегодня, там два поста, за один пять идет, за другой идет пять. Поэтому у вас все карты в руках. Вперед, наша группа ВКонтакте, и будет вам счастье. Плюс ко всему, не забывайте о том, что за первое место прямо здесь, прямо сейчас мы разыгрываем вот такую шикарную майку с автографом Буфона. Это просто легендарная вещь, легендарный автограф. В тот момент, когда он принял, появилась возможность поучаствовать в рамках танкового футбола, и вообще во всей этой обстановке он согласился. И как мы видим, сейчас у игроков есть возможность получить и мячи, и танковые футболки. Но мячи уже все получили, участники этого гранд-финала, поэтому честь им и хвала. Да я бы и сам не отказался. Вы видите, на своих экранах завершился уже один полуфинал. Бизоны показали очень хорошую, слаженную игру, и победили со счетом 3-1 в этой серии. Я еще раз напоминаю, что пять боев, до трех победных боев проходит каждый матч. Мы готовимся уже ко второму полуфиналу. Бизоны уже в финале. Они, в общем, дожидаются своего соперника. Дальше у нас две команды очень интересные, где мы по-прежнему большее внимание, скажем так, обращаем все-таки на представителей СНГ. Это интересное название «Где мой кофе?». Так называется команда представителей СНГ. Мы, наверное, будем называть их кофеманы. Мы сами тоже любим кофе, в конце концов, и сделали кофе-паузы сейчас. И с нетерпением ждем вот этого вот матча. Опять же, возвращаясь к тому полуфинала, ну супер, ну круто, по эмоциям. Но тут самый важный момент, что есть наши ребята, которые в интервью с вами говорили, что они не так много тренировались, откровенно говоря, больше все-таки тренировки были связаны с индивидуальным каким-то скилом, плюс ко всему. Ну, как мы отмечаем, все-таки второе место, это команда, которая проиграла, которая, возможно, меньше готова к своим соперникам была в первый раз. Соответственно, если мы вспомним СНГ, финалы, финалы, которые проводились в рамках регионов, то тогда, именно где «Мой кофе», проиграли первое место, да, и проиграли именно «Бизоном». Если мы посмотрим сейчас на европейцев, то Европа — это команда «Дрилла», которая в первом сезоне танкового футбола 2016 года просто разорвала всех, не оставила камни на камне. Ну и вот они, эти составы команд, вот они, эти легендарные игроки. Ну, давайте представим команду из СНГ, где «Мой кофе». Во-первых, все представляют Россию, все из России. Вот первый финалист «Бизон» и там один «Менчанин», два парня «Череповца», здесь все россияне, «Пуфи», «Восход Солнышко» и «Мультиком». Да, в свою очередь от команды «Дрилла» это «Элка», «Филипп», «Трекс» и последнюю часть «Электрикс». Да, именно вот эти ребята. Хочется отметить, что в большинстве своем они, конечно же, из Словакии, очень заряженные на победу. Тройка этих участников выиграла прошлый сезон, сейчас они пришли с тем же желанием, собственно говоря, пофармить майки, пофармить футбольные мячи, которых у них уже есть. И, собственно говоря, они здесь готовы разрывать всех и вся. Меня больше всего интересует, будет ли готова российская команда показать, на что они способны. Меня смутил один момент. Вот если мы знаем про «Бизонов», что они долго тренировались, причем коллективно, они друг друга очень хорошо понимают. Мы потом в полуфиналу увидели, насколько они друг друга могут страховать, как они слаженно могут переходить в контратаку, как они разнообразно могут атаковать левым флангом, правым флангом. То ребята из России «Где мой кофе?», ну, кофеманы признали, что очень мало они поиграли вместе. А танковый футбол, вот конкретно, за которым мы наблюдаем, он показывает, что здесь и как в профессиональном футболе, я опять же к нему обращаюсь, очень важна сыгранность. Очень важна сыгранность, подстраховка там и так далее, все эти моменты. У нас 10 секунд остается до того, как начнется первый бой второго полуфинала «Дрилла» против команды «Где мой кофе?», европейцы за европейцев, мы за кофеманов, все готово до трех побед и поехали! Кофе вперед, друзья! Смотрим, смотрим сетапы, те же отмечаем об этом, два совета, плюс один француз, ну и все-таки выбивает в сторону «Кофеманов», «Дрилла Саппорт» и продолжает в том же духе, но тут есть ответная контратака, смотрим за ней, пока, пока. Ну, ты знаешь, что такое, не совсем бодрое начало, немножко вязкое, команды такое ощущение не понимают, что происходит, но и все волнение. Заметь, какая отличительная черта вот первого боя, первого полуфинала, там очень осторожно начали, да, и минуты две присматривались друг к другу, а кто пойдет в атаку, а как будет действовать, по какой стратегии, а здесь сразу попытались туда пойти в атаку ребята из Европы и, соответственно, сразу же россияне тоже пошли в ответ. И вот сейчас мы видим такой без центра поля, как это принято называть, мяч, то там, то здесь, но до опасных моментов дело не доходит, а сыграно уже почти одна минута. Да, плюс еще, друзья, что стоит отметить, да, что не флангами у нас развиваются атаки, а как-то по центру поля больше мяч катается, никто не хочет, не знаю, контратаковать через фланг, но вот сейчас опасный момент, мультиком, и фактически спасает свою команду, вместе с тиммейтами, конечно же, но он первый здесь на заряде орудия, и первый снаряд у него долетает, поэтому тут все пока тихо да гладко для российского коллектива, россияне в полной мере представляют свою команду, и это гол, а Дрила Саппорт, ну как так-то пропустили, кто-то промазал, и как итог, все-таки Дрила оформляет первый мяч в рамках этого боя. Начинает этот бой по-фаворитски, да, вот по сути первая хорошая атака, ты очень правильно заметил, и хотелось присмотреться к этим двум командам, как они действуют, может быть что-то другое, нежели Бизоны предложено, может у них есть своя универсальная стратегия, 2-0 становится счет, очень быстро, и двух минут не прошло, Дрила забивает два мяча в ворота российской команды, и причем делает это очень легко, как будто несобранными, что ли, вышли на этот бой, на этот первый бой в полуфинальном матче представители команды «Где мой кофе?» Неожиданно, неожиданно, что вот так вот легко, да? Не проснулись, судя по всему, судя по всему, что кофеечек это недостаточно было у них крови, но ладно, друзья, еще одна контратака, ну как же так, как же прессует, все-таки Дрила имеется шанс забить еще один мяч, это 3-0, друзья, это очень быстро, это очень быстро, для одного матча Дрила Саппорт просто уничтожает соперника, у меня есть такое любимое слово, деклассирует соперника, ну когда все происходит действительно вот таким вот образом, и, ну, большая проблема в обороне, прямо скажем, у россиян. что вообще происходит, как, это вообще возможно, это законно, за 3 минуты, забить 3 мяча подряд, и не оставить вообще никаких шансов, что это, как это вообще происходит, мне кажется, действительно, это какая-то непросто... принесите им кофе, хочется сказать, чтобы ребята проснулись, ну посмотри, как легко, здесь конкретное, вот Игорь, может быть, ты профессионально просто разложишь, да, конкретная проблема в обороне, нет подстраховки, легко доставляется мяч из угла, туда к воротам, и никак он, нет никакого контрдействия. Такое ощущение, что самая большая проблема сейчас для российского коллектива именно в точности, во, мы видим вообще еще и статистику, два забитых мяча, слушай, ну тут атакующий, конечно, специалист, Адрила Саппорт, просто разнес российский коллектив, и мы видим, что там выстрел, сколько, 23 выстрела, то есть 23 выстрела, это меньше 4 барабанов, за менее чем 4 барабана он разнес коллектив и забил 2 мяча, это просто что-то с чем-то, друзья, ну я не знаю, как пойдет дальше, но если так начинается, то может по морали просто очень сильно просесть, кофейная команда из России, ну будем надеяться. 4, 3, 2, 1, у нас начинается второй бой, давайте, ребята из России, покажите, что это было какое-то недоразумение, что вы просто не собрались, нужно идти вперед, нужно атаковать, есть какие-то замечания, может стратегию поменяли наши дорогие кофеманы, может еще что-то? Я надеюсь, что они просто выпили по еще одному кофе и сейчас благополучно будут тащить, тем более, что все возможности для этого есть, казалось бы, попадай по мячу, да, и ни в коем случае не подпускай к створу ворот, но вот сейчас француз уже на зарядке, и что стоит отметить, наверное, очень быстро Пуффи выкидывает все свои снаряды из барабана, нужно как-то, я не знаю, поточнее отрабатывать, и вот то, что мы отмечали по отношению к бизонам, они выжидают, когда есть возможность попадать, и вот сейчас пытался Пуффи, но 62-ки хранят снаряды и не спешат с ними расставаться. То есть это вопрос хладнокровия, да, и терпения, немножко... Уверенности, возможно. Уверенности, возможно. Но посмотри, как здорово Дрила сразу же опять атакует, у нас первая минута прошла, и она прошла исключительно в атаках европейской команды, сначала правым флангом пытались пробиться, теперь пошли на левый фланг, может быть, мы усмотрим уже в этом втором бою, все ли хорошо, все ли расставились правильно игроки, где мои кофе команды, как они... Вот не хватает им в оборонительных действиях слаженности, откровенно говоря. Мне кажется, они очень долго хранят свои снаряды, да, мы видим, что вот пара человек заряжена, и они прям ждут, чтобы одновременно выстрелить, возможно, да, возможно, там поджидают выстрелы под французы, чтобы всем вместе начинать поливать огнем этот мяч. Но в момент того, что ты ждешь, стреляют по мячу твои противники, и у них есть неплохие шансы для того, чтобы забивать. Но плюс ко всему, я вижу, что один из игроков встал на поле спокойно, восход солнышка не двигается, он просто стал створ в ворот, и не хочет... Это большая проблема. Это большая, это огромная проблема, это может привести к голу, мультиком, ну как так-то, просто автогол или что, как это называется, 1-0. Это большая проблема, которую Дрилла Саппорт воспользовалась, потому что, ну, минус один игрок, это имеет большое значение при игре 3 на 3. Мы такое видели в части первом полуфинале, но вот сейчас европейцы вновь повели в счете, и они продолжают атаковать. Знаешь, какая большая проблема, на мой вкус, помимо обозначенных уже у команды, где мой кофе, где оборона страдает, да, откровенно говоря, дырявая, как это принято говорить, совершенно нет контратак. Есть попытки выбежать в контратаку, выйти в контратаку, допустим, через фланги, но сразу же натыкаются на этот высокий прессинг со стороны соперника, и мяч не пересекает половину поля. Ну, вот смотри, они сейчас зажались просто в воротах, и никуда не хотят перемещаться оттуда, да, француз должен быть именно где-то вот в этом месте, на острие, для того, чтобы иметь возможность и из ворот вытолкать мяч, расстреляв свой барабан, и таким образом пойти в контратаку, как это показывала нам команда Бизонов, а тут что происходит, я не очень понимаю, ребята очень сильно там сконфужены, и находятся больше около своих ворот, и даже не хотят ехать в контратаку. Француз, АМХ, он же Пуффи, да, просто держится где-то на своей половине поля, и оттуда не спешит уходить. Ну, вот сейчас Пуффи, как раз-таки, ему удалось немножко поднагнетать эту обстановку, мяч доходит, по крайней мере, до штрафной площади Дрилы. Так, ну, это контратака, может мяч залететь в ворота, спокойно, и эта штанга спасает чудо. Хорошо отделались еще россияне, потому что, действительно, контратака была очень опасная, счет мог стать 2-0, а моментально нужно продолжать обороняться, потому что и там из фланга доставляют мяч очень уверенно, вот она на линии ворот, штанга, еще одна, ну, ребят, надо выбивать, что же вы делаете, ну, почему так медленно, или в подкат, или еще что-то, я уже футбольным языком, да, говорю, но мяч на линии ворот, и просто смотрят, пока Дрила не делает счет 2-0. Это никуда не годится. Это какое-то... Как говорили в советские времена, такой футбол нам не нужен. Не нужен футбол, это очень, друзья, причем совершенно полярные поединки мы наблюдаем, да, с точки зрения стратегии, что в первом поединке, что сейчас, сейчас просто идет стратегия, запивай в мяча кофеманов и ни в чем себе не отказывай, да, мы видим, как Дрила просто поливает огнем мяч, и это 2-0, друзья, со счетом 3-0 в каждом из боев выигрывает команда Дрила, ну, я не знаю, что поможет сейчас с кофе, мне кажется, настало время принимать какие-то решительные меры, переходить на чай, возможно, либо какие-то другие напитки, чтобы как-то возвращаться в это сражение, потому что это разрыв. Ну, я думаю, что вот мы не случайно обозначили в начале нашего репортажа, этого второго полуфинального противостояния, ну, ребята действительно говорили, что очень мало тренировались, да, в этом футболе танковым, просто еще раз убеждаемся, очень важна сыгранность, обычная сыгранность, да, коллективная, а здесь как-то стушевались, вышли, и первый бой стушевались, и второй бой, и непонятно, умеют ли они действительно расставляться так, чтобы защищать свои ворота, умеют ли они убегать в эти контратаки, мы не видели ни первого, ни второго на хорошем уровне, увы, к сожалению, для Арсена, но мы вынуждены констатировать. Вот сравнение с первым поединком не увидели. Оборона, я бы не назвал, что это оборона, атака тоже, но просто они попадали в мяч, в свою очередь, противостояние получилось, ну, таким, грустным, немножечко. Ну, у нас есть еще бой под номером 3, это как раз таки шанс для того, чтобы команда, где мой кофе, вернулась в игру, еще ничего не потеряно, еще можно что-то попытаться сделать. Другое дело, что есть впечатление, насколько европейцы просто вот в уровне, да, превосходят своего оппонента, и мы хотели бы в этом ошибаться, допустим, по примеру вот этого боя, который вот-вот начнется, 5 секунд у нас остается до того, как пойдет сражение, опять же, здесь вот я присматриваюсь к команде, где мой кофе, можно ведь и тактику как-то менять, да, можно что-то моделировать, но терять-то уже нечего, можно где-то, наверное, более атакующий вариант выставить. Ну, в общем, надо собраться, это самое главное, чтобы показать, на что способны россияне, на что они готовы, к чему они, собственно говоря, тренировались или не тренировались, неважно, но они должны дать бой, забить хотя бы мяч, выиграть хотя бы один раунд, и после этого, даже если не пойдет, уже уйти не с опущенной вниз головой, да, ну, все шансы для этого есть, я уверен, что ребята умеют оформлять камбэк, и прямо здесь, и прямо сейчас это нужно делать, друзья, давайте поболеем, поднимем щиты за команду из России, поднимем кофе, возможно, да, и таким образом помочь. Пока только давайте скрестим наши пальцы, потому что, где мой кофе обороняется, вновь обороняется. Стратегию поменяли, смотри-ка, два француза выходят, кофеманов, да, мультикомы, пуфи, именно эти ребята будут отыгрывать на французах, но есть одна незадача, вот тот момент, когда оба француза уходят на перезарядку и могут закатить мяч в две шестьдесят двойки, ни в коем случае нельзя вдвоем уходить на перезарядку, нужно как-то поддерживать друг друга и не допускать подобного. Некоммуникабельность, да, в какой-то степени, возможно, тоже присутствует в составе команды «Где мой кофе?», но продолжает владеть мячом, скажем прямо, и просто атаковать команда «Дрила Саппорт», и, ну, теперь нам показывают, что мяч возле ворот российской команды, они обороняются, уже с другого фланга приходится обороняться с левого для себя, ну, контратак, мы ждем эти контратаки, как они хороши были в исполнении, причем, обеих команд в первом полуфинале, и та, и другая показали, что они знают, во-первых, под каким углом под этот мяч попасть, чтобы он выбирал соответствующую траекторию, но вот теперь мы видим контратаку, все-таки россияне переходят, а в атаке увидим что-то? Да ничего, опять нет в атаке, да, все та же история, мы наблюдаем за этим, да, что в целом они не пересекают линию центра поля, они все находятся у себя на своей половине, расстреливают мяч, пытаясь его таким образом от углового отвести, да, как-то переместить в сторону ворот, но, откровенно говоря, это не выходит, и все тщетно, все, все плохо, но, друзья, есть еще шансы, есть еще порох в пороховницах, есть еще снаряды в французских снарядах, в французских барабанах, и самое главное, что россиянам не забили в самом начале, потому как перезарядка французского барабана аж 12 секунд, а совета 4,5, и они еще легко отделались, можно смело это говорить, но сейчас надо показывать всю свою огневую мощь и выходить вперед, нужно попадать по мячу, но, как мы видим, контроля мяча нет вообще никакого. Громаднейшее значение имеет насколько точны твои выстрелы, помимо взаимодействия, которое мы неоднократно отмечали, сейчас попытка команды, где мой кофе, выйти в контратаку, и она пресекается на корню буквально, да, и мяч остается опять же вблизи штрафной площади, вблизи ворот российской команды, мы их поддерживаем, ребят, ребят, давайте что-нибудь то придумайте, покажите, потому что это может быть решающий, последний бой в этой полуфинальной серии, если вы проиграете 0-2 по сумме двух встреч, причем ни одного забитого мяча, мы это тоже отмечаем, откуда этим мячом забитым взяться, если атак-то бы настоящих не видели. Ну, пытаются ребята как-то возвращаться, да, прямо сейчас есть возможность такая, неплохо, перевели мяч уже на сторону противников, можно продолжать в том же духе пуфи, делать еще один выстрел, есть еще один снаряд, но все, теперь это перезарядка, и пытается второй француз помогать, но он очень далеко, а чем дальше ты отмечать, тем хуже твоя точность, тем больше сбивают мяч соперники, и вот так получается, что с одного фланга приходится перемещаться на другой, и более того, с одной половины поля на вторую, на свою. Чуточку замешкались в этой контратаке, ребята из команды Drilla Support, была возможность застать соперника врасплох, не успевали они вернуться, так по-настоящему, но все-таки команда, где мой кофе, сориентировалась и воспользовалась этой заминкой, у нас остается менее трех минут, счет, кстати, не открыт, 0-0, удивительное дело, да, для этого полуфинала, там мы видели быстрые забитые мячи, а пока 0-0, да, ну и вот угол, угол, ну Drilla Support, есть возможность за счет атакующего потенциала французов довести все до ума, но заканчиваются снаряды, это пуф, и сразу же он ретируется, потому что понимаешь, что мяч может перелететь на их половину поля, и вся ситуация выйдет из-под контроля в сторону контратаки, одновременно заряжается здесь 62-ка и француз, плюс ко всему мультиком подтягивается, ну и надо поливать огнем мяч дальше, вот она, хоть какая-то уверенность должна уже прийти, что точность появляется, да, в стороны россиян, но все возвращается на круги своя, мяч опять ближе к воротам именно российского коллектива, кофеманы отстают очень сильно. Мне показалось, или европейцы сориентировались после двух победных боев со счетом 3-0 и позволили, скажем так, сопернику попытаться сыграть от себя, прижались немножко своим воротам для того, чтобы они-то, это уже было видно и заметно, ну ребята, я имею в виду из Дрилы, да, они-то могут стремительную контратаку провести, они просто хотят, чтобы соперник пошел. Знаешь, у меня есть впечатление, что Дрила Саппорт просто хочет разыграться, потому что выиграть сейчас 3-0 за каких-то, я не знаю, считанные минуты и после этого играть против чемпиона, а так ты имеешь возможность немного и танк свой покатать, да, в чисто поле, плюс ко всему пострелять, точность там, проверить, как все работает, все ли хорошо, да, там, пообщаться опять-таки, успокоиться лишний раз, чтобы их там поддержали европейские комментаторы, да, ну поэтому друзья, наблюдаем пока за тем, что есть, возможно, они не хотят показывать свои какие-то стратегии уже готовые, да, может быть, они просто решили покатать мяч, вот так подержать его в сухую и остаться таковыми. это хороший тоже навык, навык перед финалом, который нужно отработать, позволить сопернику при счете 2-0, да, в серии, которая у нас идет, действительно поатаковать и отработать эти взаимодействия, потому что как раз-таки их потенциальные соперника по финалу атакуют очень уверенно, и, конечно, ребята из Европы понимают, кто будет им противостоять, действительно, вот воспользоваться этой возможностью. Ну, у нас такой без момента в футбол, вот последние, наверное, минуты 2 с половиной происходит, да, где команда «Где мой кофе» не может выйти из обороны, Адрила не очень-то и активен. Очень хочет забивать, она просто, да, расстреливает мяч и все, и находится в режиме куста старого доброго, да, стоит и не высовывается. Ну, и плюс ко всем, возможно, они опасаются вот этого тандема французского в виде двух АМХ-ов, ну, и откровенно говоря, сейчас, сыграй в ничью, на следующий раунд может стать и фатальным для российского коллектива. Остается 5 секунд до конца таймера и в очередной раз, друзья, счет на... Ну, первый раз, у нас первый раз в сегодняшний игровой день, счет 0-0 и первый раз в дополнительное время, которое мы сейчас увидим. Здесь моментальная смерть, помните, может быть, в футболе раньше было такое правило, до золотого забитого мяча, забиваешь, это называется моментальная смерть. Так, Дрила забила гол, мы не забили. Так, ничего себе, ну, нам сейчас на хайлайтах все покажут лишний раз, чтобы развеять все... гол и так, мы, конечно, это все увидим и мы можем Дрилу просто поздравить. Мы просто так надеялись на интригу, мы так надеялись на то, что наш коллектив сможет возобладать, но, друзья, судя по всему, не сегодня, прошлые чемпионы не отпускают и не дают вообще никакого шанса соперником. Дрила, саппорт, невероятно грозные ребята и если мы сравним с предыдущим поединком, то это было какое-то избиение, да, ну вот, откровенно говоря, драки не получилось. И здесь важно уловить, чего здесь больше, да, всегда для рассуждений, ну, давайте, во-первых, посмотрим, как был забит этот единственный мяч в игре, это было уже в самом конце, вот на повторе мы видим, ну, действительно, опять же, провалились парни из России при обороне своих ворот, такая несогласованность, которую мы здесь наблюдаем, правда ведь, да, атака немножко спонтанная, атака немножко сходу, но тем не менее с ней не разобрались. Переволновались, неготовность к каким-то определенным стандартам в виде выбивания мяча, ситуация, когда ты наигрываешь большое количество матчей в рамках своего коллектива, ты уже знаешь, примерно, кто стреляет, как тебя поддержать огнем, когда тебя начинает разряжать барабан, все эти ситуации ты наблюдаешь и знаешь, как лучше, но когда у тебя нет возможности там как-то подготовиться, плюс ко всему, потому как тебя впервые показывают интернатляции, это все вызывает ряд проблем и вопрос. Я все-таки задам тебе вопрос, просто для рассуждения, для того, чтобы примериться к финальному матчу, мы поздравляем, во-первых, команду Дрилла с выходом в финал, очень уверенному, и поэтому полуфинала это сила европейской команды или все-таки настолько не готовность... Я знал, что ты задавшил этот вопрос. ...не готовность российской, да, потому что полуфиналы все-таки разные, но нам еще раз показывают, единственный мяч забил лучший бомбардир команды Дрилла, это все тот же СВК Филипп. 99 снарядов расстрелял в рамках 7 минут, но это просто по КД палил, как, я не знаю, как из пулемета из Гошетки. Ну, однако, 1-0. Так что скажешь? Ну, вот я не хотел бы отвечать на этот вопрос, я верю в то, что действительно у нашего коллектива все хорошо, мы помним прошлую игру, мы помним, насколько гармонично все смотрелось со стороны Бизонов, насколько они выставляли четко свой атакующий, да, вот этот атакующий сетап, и после этого действовали очень четко. А в свою очередь сейчас игру от Дрилла, я не скажу, что они очень круто сыграли. А я тебе скажу, почему. Они, по-моему, не раскрыли всего, что чего не могут. Семьберникам им не доставилось столько проблем, чтобы показать все. И, конечно, к финалу они подходят как темной лошадкой, да, в какой-то степени. Мы даже толком про команды-то с тобой не успели, да, поговорить, обсудить какие-то тонкости, моменты, потому что, ну, вот эти первые два раунда, они фактически выбили и нас искали, и мы-то ждали действительно какой-то лютой зарубы, потому что поединков каждая из команд в рамках квалификации сыграла просто огромное количество. Но вот сейчас я не знаю, что сыграло свою роль. Возможно, ребята нам расскажут либо там в чате, опять-таки, на чече, либо на других социальных сетях, либо у себя на страничках после по итогам какого-то интервью. Ну, в общем, друзья, поживем, увидим, понадеемся на то, что как-то прольется свет на ситуацию со сборной России, вот что касается, да, команды «Где мой кофе?» Может, действительно, не хватило кофе просто кому-то дома и что-то пошло не так, не по плану? Ну, к сожалению, к сожалению, 0-3 вы видели на расписании, как завершилось первый полуфинал. Если только сейчас подключились к нашей трансляции, там бизоны победили со счетом 3-1 по сумме всех боев. Здесь очень стремительно у нас случился полуфинал 3-0, 3-0 и 1-0 и дрила в финале. Финал это самое вкусное, конечно, то, что всегда ждут, то, что ждем мы с нетерпением, мы настраиваемся, потому что, я уже сказал, дрила интригует, бизонов мы немножко знаем, они сильны, они крутые, я бы даже так сказал, и вот как в этом финальном противостоянии все сложится, ну просто загадочка. Ну и самое главное, друзья, у нас будет интрига, Европа против СНГ региона, против нашей сборной российской, да, ну там есть один белорус при всем при этом, поэтому, друзья, будем болеть за наших ребят, будем надеяться, что все-таки скилуха возобладает и именно наш коллектив победит, ну а для того, чтобы узнать, кто же все-таки выиграет этот суперфинал, оставайтесь с нами, а мы уходим на небольшой паузу. Черный дезодорант Ультра от Ниви МН. Мощная защита 48 часов и будоражащий аромат. То чувство, когда ты среди самых лучших. Ты уверен в себе на 100% с новым черным ароматом Ультра от Ниви МН. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют свою силу. Адаптивная формула моторного масла G-Energy защищает двигатель наполнея его энергией движения. Моторное масло G-Energy Адаптация к любой ситуации. Г-Energy Г-Energy Объект Г-Energy Бельф rank Большая летняя распродажа техники World of Tanks. Скидки от 30%. С 20 июля каждые два дня в продаже новые танки. От трёх до пяти в одном пакете. Какие и когда — секрет. Каждый будет в продаже только один раз, но на несколько дней. Заходишь в игру, видишь, что сегодня на скидке. Понравилось — жмёшь на кнопку, попадаешь в магазин. Кроме танков есть боевая задача. Меняется пакет, появляется новая, несложная. Жмёшь, играешь, получаешь удовольствие и пользу. Большая летняя распродажа World of Tanks. Просто, понятно, приятно. Этим летом, в конце июля, начнётся второй сезон ранговых боёв. Три недели на то, чтобы показать своё мастерство и заработать заслуженную награду. Правила не изменились. 22 хорошо знакомые карты. Бои на технике 10 уровня. Формат боёв 15 на 15. Условия победы стандартные. Уничтожить всех противников или захватить базу. Главная особенность. При формировании команд балансировщик учитывает ранг игроков. Он зависит от мастерства, проявленного в боях. Команды всегда состоят из равного количества игроков отдельных рангов. Всего их 15. Чтобы получить следующий, нужны шевроны. Их добывают в ранговых боях. В команде победителей шевроны получают 10 игроков. Те, которые набрали больше всего опыта. Из них троим достанется 2 шеврона. 7 человек получат по одному. Пятёрка отстающих ничего не получит, но ничего и не потеряет. В проигравшей команде шеврон получит один человек. Тот, кто заработал больше всего опыта. Ещё 4 игрока сохранят свои шевроны. Остальные потеряют. Если серия поражений с потерей шеврона затянется, можно потерять ранг. Первый и пятнадцатый ранги несгораемые. Пятый, десятый и тринадцатый защищённые. Защита прощает какое-то количество поражений, которые должны привести к потере ранга. На пятом ранге 3, на десятом 2, на тринадцатом 1. В случае получения шеврона за бой на этих рангах, защита полностью восстанавливается. Новшество второго сезона – подробная расшифровка опыта за бой. В статистике появился новый блок. В нём опыт разбит на три категории, которые разделены на компоненты. Чтобы их увидеть, наведите курсор. Каждый новый ранг – это не только радость и гордость, но и хорошая награда. И чем выше поднимешься, тем больше получишь. Например, за первый ранг 50 тысяч кредитов, огнетушитель, аптечку, ремкомплект и личный резерв на опыт. А за пятнадцатый – личные резервы на опыт и кредиты. Три дня премиум-аккаунта, слот в ангаре, миллион кредитов и тысячу бон. Лидеры сезона получат дополнительные призы – золото, ещё больше бон, дни премиум-аккаунта, уникальные стили и памятные нашивки. И, кстати, в ранговых боях можно выполнять боевые задачи игрового события «Пурская битва». Ранговые бои. Сражайся с равными, побеждай лучших. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...